Итак, информация об условиях закупки газа из альтернативных источников для простых смертных остается тайной за семью печатями. Вот и парламентское большинство сегодня снова отклонило предложение оппозиции вызвать с отчетом премьера Наталью Гаврилицу. Тем временем Энергоком продолжает по чайной ложке покупать голубое топливо у различных посредников, не называя цену, которую платят. 22 октября на заседании парламента, когда Гаврилица просила одобрить введение чрезвычайного положения в энергосекторе, она пообещала, что все закупки будут transparentными. Через пару дней глава Кабмина отказалась от своих слов. Теперь цена вопроса коммерческая тайна. Время, Энергоком разместил предложение на закупку четвертой партии газа в малых объемах, из альтернативных источников по рыночной цене. И несмотря на всю эту ситуацию, парламентское большинство отказалось приглашать на слушание премьер-министра. Напомним, 30 сентября Газпром и Молдова ГАЗ подписали документ о продлении существующего контракта до 1 ноября.